Я Кшамлад, Сава. Добрый вечер, друзья. Алания, Хаджет площадь. Девятая сегодня. И время почти 9 часов. Без пяти девять фонтанчик. Третий, второй, первый. Все работают. Тепло на улице. Рюкзак на спине висит. Даже немножко мне жарковато уже. Радусов где-то сейчас... Я думаю, сейчас больше 28 даже. Потому что реально очень тепло. Может где-то чуть, если отойти, будет немножко по-другому. Но сейчас очень тепло, на самом деле. Иду в сторону Пятничного рынка. У меня вчерашнее видео еще, кстати, так и не вышло. Тоже прогулка была в сторону Пятничного рынка. Но как-то она у меня... Блин, да что, такой светофор быстрый. Пока никто не едет. Зебра здесь есть. Вы нам писали, будет называться, рубрика. Потому что у меня что-то как-то пока в Италии было. После Италии как-то прям аж много писем пришло на почту. Обычно не часто на почту приходят письма. И там вопросы были. И по поездке, и по подаркам вашим сейчас все расскажу. Хух, оленево, уважаемый человек. Добрый вечер, Эмшамар. Значит, смотрите. Первое. Человек тот злобный, который мне там написал... Ну как, там не было никаких как бы гадостей, но немножко в грубоватой форме было написано. Типа, ты вот клянчишь донаты там, да? А сам разъезжаешь по Италиям, по Швейцариям. Значит, дорогой мой, я поехал в Италию, Швейцарию. У меня денег своих было чуть больше 200 евро. Как ты понимаешь, за эти деньги мне... Да, ну билет я купил там тоже уже оплатил. Было еще до этого. На билет 245, напоминаю, стоит туда и назад все билеты. А потом 700 евро, которые мне нужны были туда, чтобы оплачивать жилье, питание, проезд там. Это все уже как бы... Во-первых, долг, спасибо моим друзьям, назанимал. Во-вторых, это то, что я буду... Эмшамар, позитив, подшел. Слева. Слева. Это то, что я буду теперь отдавать, ну должен отдавать, а на самом деле мне теперь нечем заплатить за квартиру за ближайшие 4-5 месяцев. То есть я не знаю пока, как я выйду с этой ситуацией. С нее нет выхода у меня, если честно. Но это было мое решение. То есть я чувствовал, что мне надо туда поехать. Потому что первый раз была такая как бы незаконченность, незавершенность того же общения с Николаем, чудотворцем. То есть мне нужна была эта поездка. Я это сделал. Как я сейчас выкручиваюсь, ну, с Божьей помощью, опять же, наверное. Вот, так что здесь ответил на ваши вопросы. Нет, скрытым миллионером не стал. И кошек кормить не перестался, кто-то думает о самом. Главное наоборот. Я перед отъездом, я вам показывал, я покупал 40 пачек мягкой еды. Когда приехал, я сразу заказал мешок за 1030 лир. Плюс пошел еще 15 пачек мягкой купил. Плюс купил 30 штук. 30 лирокаба штук. Плюс купил курицу 2-х килограммовую. И у меня котейки за 2 дня практически съели. Там если я съел, с нее грамм 300. 400 максимум. Остальное все котейкам. Она ушла прям мякоти, я им отдаю. Носил с собой 2 дня. Тем, кто VIP у меня. Или кто там инвалид, который не ест сухую еду. Котейки нет. Котейки не перестану кормить. Даже если у меня еды не будет. Если я буду есть одни макароны, у меня котейки... Но, к сожалению, не могу кормить в таких количествах. То есть, я не могу кормить всех подряд котеек. То есть, скажем так, 200 лир у меня ограничен. Все-таки, как мне крути бюджет на сутки на котеек. 200 лир, это и так, посчитайте. Все это получится 6000 лир в месяц. То есть, 200 лир можно шикарно приготовить себе суп куриный. С курицей куча мяса. Не каждый день, как бы, я проедаю даже 200 лир. Серьезно. Вот, поэтому за котика вообще не переживать. Это, что касается этого письма. Ну, хитро, любознательное. Тоже успокоитесь. Теперь, я надеюсь, поймете, что деньги ниоткуда не упали на меня. Супер донатов никаких не было. Там, да, мне помогли очень. Наталья и Кирилл в Белоруссии. Вот это у них был... Действительно, вклад был очень весомый. Потому что, если бы не ваш привет, ребята, я бы, может быть, и не поехал бы. Потому что, ну, реально, это тогда было очень важно. Спасибо вам огромное. Вот, теперь дальше. Спасибо всем большое за подарки, которые вы передаете всяким вкусняшкам. Значит, отвечая на несколько вопросов. Первый вопрос. Почему тебе привозят рыбу? Мне привозят, если вы заметили, потому что я сам прошу, ну, когда люди спрашивают, что привезти. Мне привозят, если заметили, только кильку в томате в основном, шпроты. И селедочку отстали. Ой, спасибо сейчас вот большое. Ну, кто из Германии привез вот эту селедку в заливках разных, медовая, там, во всякое, то отдельное спасибо. Я уже сто раз сказал. А сейчас вот была у меня баночка с... Исландка, по-моему, называется. Сельдь. Натуральная. Боже, какая сюда вкуснятия. То есть даже больше, чем шпрота иногда хочется. Кильку в томате я люблю. Очень. Огромное спасибо. Тоже вот, кто оставлял. Перло-платином. Очень вкусная килька. Все, килька с овощами. Это для меня еще в сто раз вкуснее. Там котик сидит, я его не видел уже две недели. Вайкики, май. Кто написал за Вайкики, наверное, вы что-то путаете. Той Вайкики, которая у нас с равноцветными глазами здесь была, ее уже нет несколько месяцев. Не могли бы ее видеть, мне кажется. Хотя все может быть, знаете. Может, над ним выходит какое-то определенное время. Не знаю. Но очень сомневаюсь. Сейчас тут вот эти Вайкики. Кушай, что ты смотришь на меня. Вот. Значит, да, не сардины, конечно. Не надо сардины везти. Не надо везти там тунец, допустим, который здесь есть. Я его не ем сильно. Вообще я его не ем. На. Привет. К тебе пришел. Почему именно эту рыбу везут и вообще почему ее везут? Потому что ее здесь нет. Если кто-то не понимает. Никакой кильки в томате, никакой селедки. Всех этих консервов здесь нет. Вот. Также там было два, даже и больше, по-моему, письма. Что, откуда люди знают, что тебе везти. Что тебе, что тебе везти. Типа, что поставить, кому-то передать в магазинах, когда будем приезжать. Ну, друзья, ну, основное, это консервы. То есть я понимаю, что каждому хочется привезти что-то, что вкусное для вас. Ну, друзья, ну, во-первых, мне нельзя. Я и так разъедаюсь сюда в октябре, когда много ваших подарков. Во-вторых, много я перестал есть по сравнению с... Но, опять же, перестал. Когда не передаете вкусняшек, приходится опять есть. Значит, рыбы, рыбы я сказал, консервы, килька в томате, килька, ну, в любая с овощами килька в томате, шпротики, селедка в консервах. Все, больше никакой рыбы не надо. Дальше. Салат из морской капусты. Любой. Их здесь нет, я их обожаю. Любой абсолютно. Но лучше берите в железную банку, чтобы не повредить багаж свой. Потом вдруг она откроется, пластиковая. Ну, Санта-Бремор, допустим, в этих... Ну, в поли... Как не полиэтилен, как его назвать? Может, вот этого вы имели в виду, за вайкики? Это не вайкики, это вайкики у нас. Привет, чувак. Привет, который бегал за мной. Ну, это да, через дорогу. Вот. Морская капуста. Санта-Бремор, допустим, есть в этих пластиках. Но она нормально запакована, но заворачивать ее в клеенку, лучших пакетов, несколько. Салат Чука. Тоже Санта-Бремор, в банках его нет железных. Салат Чука в банках железных вообще нет, наверное. Я знаю, его только в пластиковых хватит. И... Ну, зефир белый натуральный. Ни в коем случае не шоколадный, ни какой-то белый самый натуральный зефир. И как бы и все, в принципе, друзья. Вот это вот то, чему всегда буду рад и спасибо всем огромное. Вроде все перечислил, если не все, то вы помните. Нет, цикорий не нужен, цикорий не пью больше. Наоборот, я не знаю уже, куда его раздать. Мне его столько навезли в том году. И в этом даже Саша с Юлей привезли три панчики. Кто хочет цикорий, пишите. Я, да, реально, кто хочет цикорий, живет в Аланье. Я могу его оставить там, в Чадаш, Кундура, допустим. Еще где-то. Ну, куда вы можете подойти, забрать я пакетик. Пакетик каждому с радостью выделю, если кто-то хочет. Вот, кстати, да, точно, чего я раньше не придумал. Лежит пропадает. Это все, что я хотел, собственно, сказать. Что там еще у меня было по вопросам. Насчет ВНЖ много тоже. И на почту пишет, и в комментариях. Друзья, у меня ситуация своя. Я гражданин Украины, у которого оккупировал на родину его. Поэтому не надо под меня, как бы, у меня спрашивать, под меня равняться. Мне дают вид на жительство. Вам, смотря с какой вы страны, какая у вас ситуация. Слышал, что, как бы, на полгода дают сейчас, в принципе, легко. Но, когда вам дадут на эти полгода, все эти полгода вы должны пополнять турецкие счета. На хорошие, солидные суммы. Иначе потом вы уже, через эти полгода, на следующие полгода вы уже не получите. Но это все не у меня спрашивать. Есть люди специальные, которые занимаются этим. Если кому-то нужен такой человек, который надежный, то можете мне на почте написать, я скину ее телефон. Официально все будет делать вам. Поможет и со страховками, и цены все расскажет. Очень хорошая у меня девушка, которая в течение пяти лет мне уже помогает всегда. Потому что сам я никогда заявки не подавал. Потому что там одну ошибку сделаешь, и все накроется. Она копейки берет за свои услуги. По ним всегда все делала она. Так. Насчет... Да, написали. Там ты обещал показать, сколько ты потратил денег за год на сухой корм. Я сделаю это видео. Просто времена потратите. Даты будут, когда я заказываю эти мешки 15 килограммов. И самое интересное, какая сумма за год. Но это не полностью все, что я потратил на Котикова. Только то, что касается, прежде всего, сухого корма. Плюс я кучу покупаю еще всего в магазинах, помимо него. Ну, основная сумма, конечно, туда уходит, да, на сухой корм. Потому что он в основе. Вот. Что еще? Что еще вы спрашивали? Вчера я шел по другой дороге. Я даже не знаю, может, это видео выйдет раньше, чем вчерашнее. Потому что вчерашнее у меня немножко зависло там на обработке. Почему-то сутки висит. И ничего не происходит. Вчера я вел меня по центральной улице. Показывал какого-нибудь... Вот этот котик, ну, всегда здесь, каждый вечер. Я с Италии приехала. Думаю, ну, пройду. Я даже его не кормлю. У него всегда еда. Здесь молодцы. Вы видите, здесь его кормят. Мы уже вышли в район пятничного рынка. Тут у нас Думан-кафе. Вот сейчас проходить будем через него, где вы можете прийти покушать всегда, когда на пятничном рынке находитесь где-то в магазине. Фу, пока я пробежал, мне жарко. На улице очень комфортно, но мне жарко вот часто. Что еще спрашивали? Я же время столько много было на почте писем. Это как удивительно. Думан уже не работает. Там сейчас в это время 9.05 уже нет. Макия уже ушел. Все, что здесь, где-нибудь делюсь. Маткафе Думан у нас. Ну, что Швейцария не смотрите, но я и снимал для себя. Мне, конечно, немножко обидно, просто потому что реально интересное видео. Раз людей ничего не интересует... В принципе, не удивляюсь особо, потому что ты желанию взять, показываешь жрачку, показываешь шмотки. Это интересно гораздо больше для всех, к сожалению, огромному для меня, чем какие-то достопримечательности, какие-то музеи, какие-то культурные, духовные ценности. Никому нахер, если не надо сейчас, к сожалению. Ну, современной реальности я уже к ним привык. Поэтому просто обидно. Там Цюрих у меня реально... Я с такой душой его снимал, друзья. Ну, кто смотрел, тот все понимает, о чем я сейчас. Там вот эти три части беспалосомонтажа. Тем более рискуя своим собственным здоровьем, умереть от воспаления легких. Ходить раздетому 8-10 градусов. И я такие видосы классные снял. Ну, не хотите, не смотрите. Кто хотел, тот посмотрел. Да, вот встречал. Сергей, привет вам. Правильно, надеюсь, запомнил. Торвиджаки вчера мы встречались. Спрашивал, как поехать в Италию вообще-то. То есть люди посмотрели, с радостью бы повторили мои маршруты. Поехали бы. Билеты, еще раз повторяю, билеты мне вышли 245 евро. Туда и назад. Анталия, Цюрих, Цюрих, Барри. Барри, Цюрих. Цюрих, Анталия. Четыре билета. 245 евро, друзья. Я не шучу. А вот там жить, да. Там жить дорого. То есть единственное хостел, да. Там есть хостелы по 20-30 евро в сутки. Но любая нормальная квартира, без хлопов, с нормальными условиями, она стоит, в принципе, не меньше 100 евро в сутки там. Поэтому билеты только лишь дешевые. Питание нормально. Питание можно там за самому готовить по 20-30 евро в день вполне. Если по ресторанам ходить, да, опять же, если по ресторанам, по кафешкам ходить два раза в день тоже можно было там за 20-30 евро, в принципе, там. Цены там нормальные. Многое дешевле, чем в Турции. Друзья, вас здесь ждут огромные скидки. Не забывайте, здесь Ирина от Инстаграмщицы. Которая снимает жизнь с Турции. Привет. Снимаю видео, я всегда пришел. Потому что раньше я сплю. Чего тебе так поздно? Ну, конечно, серьезно. Если я спать в обед ложусь. Я хотел вам показать крутую куртку, друзья. Смотрите. Вот это вот бомба. Вообще-то будем делать следующий обзор, вы ее увидите. Все, тут музыка, друзья. Выключайся, идемте, сбегаем. Ты сам еще. И сам я покажу. Заговарим, заговарим, заговарим. Что-то он заскучал. Где очередь? Где очередь? Где очередь? Где очередь? Где очередь? Почему нет очереди? Привет. Где очередь твоя? Никому нету. Никому нету. Смотрите, какая вкусняшка. Завтра будет больше. Ну. Завтра принесли. Кушают, кушают, я смотрю. Сегодня много продано. Потому что это... Да. Скоро сделаем видосик. Еще посмотрите. Кто не видел, приходите. Александр ждет. Да, ждем и все люди. Вчера у него взял гранатовое мыло. Прикольное. Хорошее. Вот. Прям напротив первоплатьяна. Так все. Тут не всех можно показывать. Поэтому я выключаюсь, друзья. Первоплатьяна вас ждет. И сам вас ждет. И все магазины, которые здесь находятся. В районе Пятничного рынка. Все вас ждут, мои друзья. Продолжение следует.